Здравствуйте! Как обычно, по четвергам на телеканале Видное ТВ прямой эфир. И сегодня гость нашей студии Александр Кузнецов. Александр Борисович, здравствуйте. Извините. Добрый вечер. Заместитель главы администрации Ленинского района. Вы совсем недавно были гостем нашей студии, но в рамках выпуска новостей. И мы обсуждали предстоящий субботник, который пройдет 8 апреля, а сегодня мы уже обсуждаем его итоги. Я предлагаю сейчас сначала посмотреть сюжет, снятый нашими корреспондентами, вспомнить то, что там было, а потом уже обсудить. Одной из центральных площадок, где во время областного субботника убирались в Ленинском районе, стал лесной массив вдоль Ольховой улицы. Начиная с 10 утра здесь можно было увидеть многих неравнодушных жителей района, вышедших на эту акцию по уборке территории после зимы. Она проходит 8 апреля на 38 площадках Ленинского района. У нас порядка 40 пунктов выдачи инвентаря. Любой житель может найти на сайте администрации, может посмотреть в моих социальных сетях, увидеть адрес, где он может получить инвентарь. Для поднятия настроения на площадке играла музыка и работали фотографы. Каждый мог забрать себе на память свежераспечатанные фото. У нас одна из самых больших площадок по городу. Здесь у нас планируется участие как минимум 300 человек, с учетом жителей, с учетом сотрудников администрации. Ну и, соответственно, под каждого из них есть грабли, есть при необходимости лопаты и около 1000 мешков. Уборкой занимались сотрудники администрации, активисты из территориального совета молодежи, работники коммунальных служб и, конечно, жители близлежащих домов. Александр Иванов уже много лет выходит на субботники, а в этот раз взял с собой сына. Хотелось бы хотя бы в рамках субботника очистить по максимуму территорию, дать хороший пример, в том числе и тем, кто не приходит, и чтобы была явная разница от того, что было и что стало. Мы дети природы, мы загрязняем, считаю это неправильно. Собственно, позыв очистить. На глазах лес становился чище. Из него в мешках выносили банки, бутылки и прочий мусор. Субботники – это то мероприятие, которое объединяет людей. Все выходят на улицу, стараются сделать город, район, мир чище. Приятно отметить, что наш телеканал не только освещал это мероприятие, но и принимал посильное участие в лице нашей сотрудницы Юлии Погосян. Сегодня первый областной день субботника и хочется на своем примере показать, что люди все такие же дружные, все так же заботятся о чистоте, убирают, чтобы 22-го еще больше людей вышло на субботник. После уборки можно было отдохнуть, подкрепиться кашей и выпить горячего чая. Тем временем на площадку приехал министр экологии Московской области Александр Коган. Вместе с главой Ленинского района Олегом Хромовым он отправился в лес, чтобы установить скворечники в рамках акции «Покорми птиц». Помимо того, что мы делаем домик для пернатых, в котором они будут вить свои гнезда и выращивать потомство, мы еще делаем большое дело для леса. То есть лес будет здоровым. Там, где находится много птиц, лес будет здоровым. Стоит отметить, что размещать скворечники необходимо на расстоянии 20-30 метров друг от друга. Желающих обустроить новые домики для птиц было немало, а значит уже очень скоро в лесу на Ольховой будут раздаваться птичьи голоса. Субботник близился к завершению, но из леса все еще продолжали выносить мусор. Мы тоже не стали оставаться в стороне и решили сделать свой город немного, но чище. Дмитрий Книга, Данил Свиденский, Видное ТВ. Да, действительно, я тоже внес свою небольшую лепту в это большое дело. Александр Борисович, нашим телезрителям я скажу, что тема нашего эфира «Месячник благоустройства», как вы уже могли понять. И вы можете задать свои вопросы по телефону, который вы видите на своих экранах. А теперь давайте поговорим об итогах этой акции. Да, это была большая акция. Как у вас в сервете было сказано, это был лишь первый этап общеобластного субботника. Второй этап у нас послезавтра, 22 апреля. Но и на первый этап, 8 апреля, вышло большое количество людей. Приняло участие по всему району более 10 тысяч человек. Это и предприятия принимали участие, и жители. По сравнению с прошлым годом, жителей приняло участие гораздо больше. То есть порядка в два раза. Если в прошлом году это было порядка 2,5-3 тысячи, в этом году около 5-6 тысяч жителей вышло на уборку территории. Мусора было собрано в общем объеме порядка 10 тысяч кубических метров. Только вот на Ольховой, где в том числе и вы присутствовали, было вывезено порядка 200 кубических метров собранного мусора. А какие-то конкретные дела еще были сделаны на других площадках? Вот не только на этой, а вот можно было сказать, допустим, мы убрали территорию какого-нибудь памятника, скажем, или что-то такое было? У нас было 38 мест уборки, скажем так, официально обозначенных. Люди убирались вокруг своих домов и в других местах, это понятно. Но вот по видному, если взять, убирались в основном лесопарковые зоны, овраги, то есть те места, которые при ежедневной уборке компаниями, отвечающими за чистоту города, они просто не убираются, либо эти места, в принципе, находятся в другом видении. Вот тот лес, который мы убирали, например, это лес Гослесфонда. Туда мы, в принципе, заходить не можем, там деревья пилитами или что-то еще делать. Вот такие места мы можем убирать только на общественных началах, на субботниках. Но, тем не менее, есть возможность убрать вот те же самые банки, бутылки и прочий мусор оттуда? Конечно, не только возможность, а необходимость. Потому что как только снег сошел, я был на этой территории неоднократно, вот площадь, полоса метров 20-25 полностью завалена банками, бутылками, пакетами. Откуда они берутся, это понятно, то есть это жители же домов, которые рядом находятся, туда их и приносят, либо приносили осенью и оставляли там, после того, как отдохнут, шашлыки поедят и так далее. Вот лес, конечно, от этого страдает, и вот была необходимость и обязанность всех очистить, перевести его в порядок. Но надо заметить, что там мусор лежал не только вдоль кромки леса, а вот если в глубину туда удаляться, то там тоже было немало всего. Ну, конечно, это же место для отдыха. Люди отдыхают, не задумываясь о чистоте природы. Ведь несложно после того, как посидели компания, собрать мусор, который оставили, отнести в контейнеры, которые есть на территории. Рядом стоят дома. 50 метров пронести пакет и выбросить его в контейнерный бак, ну, это несложно. Просто не все это хотят, наверное. А как вы считаете, что нужно изменить в сознании людей, чтобы они стали делать именно так? Ну, я надеюсь, что это не займет много времени, изменения в сознании людей. Но вот отчасти вот такие субботники с привлечением жителей, особенно близлежащих домов, которые сами в этом лесу и отдыхают, я думаю, что могут дать хороший эффект. Потому что если ты поучаствовал, своими руками убрал тот мусор, который скопился, в следующий раз ты задумаешься, а может не стоит его оставлять? Может, его нужно все-таки забрать и вынести в места сбора мусора? Мы поговорили о субботнике в Видном, который был. А если говорить о ситуации в районе, вообще в других поселениях, как проходила уборка? Ну, конечно, убирали не только Видно, убирали весь район. У нас в каждом из семи поселений были обозначены места, как выдача инвентаря, так и уборки. Например, в Булатниково убирали Суханово пруд и другие места тоже. Кстати, об этом, чтобы не быть голословными, хочу сказать, что мы тоже снимали сюжет. И сейчас мы его посмотрим и наглядно покажем, что же там было сделано. 8 апреля, в день районного субботника, погода была достаточно прохладной. Особенно это ощущалось на берегу Сухановского пруда. Но это обстоятельство не остановило жителей деревни Суханово. Прийти на уборку любимого места прогулок и отдыха. Нам не безразлично здесь, что такое беспорядок. Нам бы очень хотелось вот этот берег озера привести в порядок, посадить здесь новые деревья, посадить травкой, озеленить все. У неравнодушных жителей беспокойство вызывают и старые деревья, которые стоят вдоль дорожки, ведущей к деревне. Они, смотрите, мешают проводам, да? Вот как большой ветер, а здесь ветер большой, потому что здесь озеро, да? И сквозняк такой. И вот, видите, ломаются уже вот эти вот ветки, которые вот уже повредили не один раз эти провода. Вот это вот нужно все убрать. Мы своими силами это здесь не сможем сделать. Поэтому нужна помощь. В уборке территории вдоль усадьбы Суханово приняли участие сотрудники администрации сельского поселения Булатниковская, комбината благоустройства. Надежда Волкова не один год работает в нем. Любит свою работу. Упираться, чтобы было как-то чище. Желательно, чтобы еще и жители были бы добросовестнее. И уважали труд, тогда будет что-то это. А что значит, призовите жителей, чтобы добросовестные были? Что вы вкладываете в это слово добросовестное? Ну, уважали труд, уважали труд. И как-то ценение, а не то, что там говорят, вот мы платим налоги, я могу мусорить. Усадьба Суханово – любимое место отдыха многих жителей, и не только видного. Особенно привлекает людей пруд, на берегах которого летом можно не только позагорать, но и порыбачить. И как обидно за эту уникальную красоту, когда видишь, сколько мусора приходится собирать весной. То, что мы разбрасываем вот здесь, это же мы сами делаем. Поэтому у меня просьба огромная ко всем жителям принимать участие в таких вот мероприятиях. Если вы проходите мимо и видите, что пакет валяется с мусором, подберите, донесите до ближайшей помойки. Вместе мы сделаем мир чище. Сброс мусора на территории Московской области недопустим. Люди должны более относиться лучше к тому месту, где они проживают. Если люди пришли на рыбалку отдохнуть, то, соответственно, должны мусор забрать с собой, скинуть в специально отведенную для этого места контейнерную площадку мусор. 8 апреля – один из общерайонных субботников. Результаты уже видны. Стало намного чище. И в 22 числа, который у нас будет в субботник, уже будет, уже и цветы уже зацветут. Может, посадить поможем цветы. Но это будет очень красиво и хорошо. Жители Ленинского района, мы любим Ленинский район, мы любим нашу Подмосковье. Выходите и будем убираться вместе. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Ну, то, что было в Булатниково, мы увидели. А как дело обстояло в других поселениях? В других поселениях также убирали в основном лесопарковые зоны. Например, в Молоково убирали лесопарковую зону вдоль реки Илюдовка. В сельском поселении Развилка убирали территорию возле пруда, а также возле храма в беседах. Ну, и, в принципе, во всех поселениях были убраны как лесопарки, так и территории детских садов, школ. Ну, итоги, можно сказать, мы подвели состоявшегося субботника первого, общеобластного. А теперь давайте пригласим всех на субботник будущий, 22-го, который в эту субботу состоится. Да, 22-го я всех приглашаю принять участие в общеобластном субботнике. Места выдачи инвентаря есть на сайте администрации, там есть интерактивная карта, а также перечень мест, куда можно прийти за кисточками, за краской, за метлой, за лопатой и сделать наш город почище. Как Вы считаете, старшее поколение должно становиться примером в уборке в субботниках для молодого поколения? Ну, субботник вообще дело добровольное, но я считаю, что каждый по мере силы возможности может и должен принять в нем участие. Если там будут все поколения от мала до велика, то, я думаю, эффекта будет больше. Я просто почему говорю, наш город Видное очень часто называют город-сад. И сегодня в социальных сетях появился ролик, где старшие поколения, ветераны города Видное Ленинского района, призывают молодежь прийти 22-го числа и не только убраться, но и посадить деревья, то есть заняться озеленением. Давайте сейчас посмотрим вместе этот ролик, и чтобы увидеть, как старшее поколение наглядно показывает своим примером молодому дорогу вперед. Город-сад, он начал создаваться в начале 50-х годов уже. Разбивались клумбы, цветы, кустарники и деревья. Вот был у каждого дома, вот у нас на Советской, небольшая загородочка, и все выращивали цветы. И тот вот опыт, тот починь, что ли, сделали город-садом. Надо его продолжать постоянно. Надо эту традицию вообще-то возродить даже. Садил Георг, а он растет. Сегодня такой, завтра такой. Через год оно уже вот такое. Можно собрать, сварить варенье какой-то, устроить такой праздник торжественный. Я призываю молодежь, любите свой город. Любите чистоту и порядок, чтобы был город. Это очень приятно смотреть на вас, что вы идете по нашим стопам. Я так понимаю, что на 22-ое число планов больше. Не только убраться, но вот еще сажать деревья, допустим. Да, 22-го числа будут не только посажены деревья. Будет больше видов работ, которые мы планируем сделать. Это связано отчасти с погодным условием, потому что 8 апреля все-таки холодновато, и некоторые работы делать нельзя. Как, например, окраска деревьев, окраска фасадов, ремонт, окраска детских площадок, ограждений и так далее. Ну и само собой посадка деревьев. А какие районные и городские службы ответственны за субботник? То есть не те, которые организациями ходят на уборку, а которые действительно у них в профиле своих работ, профильная служба по уборке. Допустим, тот же Дорсервис или еще какие-то службы. Да, вы правильно говорите. Основными забойщиками этой работы на субботниках, как правило, являются те организации, которые отвечают за чистоту в городе. Это комбинат благоустройства, который отвечает и за детские площадки, и за дворовые территории, и управляющая компания, которая при домовой территории в порядке содержит. Ну и, конечно же, Дорсервис, который отвечает за основные транспортные артерии нашего города, за дороги. А какие виды работы они делают не только в день субботника 22-го числа, а на протяжении всего месячника благоустройства? Ведь месячник благоустройства – это не только месяц какой-то, это вся вот эта часть в весенний период, скажем так, теплый. Ну, почти так. На самом деле, это месяц. То есть, у нас апрель месяц, да, это месячник благоустройства. Само собой, за один или два дня субботников невозможно сделать все работы, поэтому они проходят в течение всего месяца, в зависимости от погодных условий. Но основная масса с привлечением желающих, с привлечением жителей происходит все-таки именно в дни общеобластных субботников. И все-таки, какие конкретные работы будут сделаны этими службами? Ну, как я уже говорил, будут отремонтированы и покрашены ограждения, будут приведены в порядок детские площадки, сварочные работы будут проводиться, плотницкие работы по ремонту мелких частей. Будут окрашены фасады многоквартирных домов, точнее, не фасады, а циколя. Вот входные группы приведены в порядок. Будет обрезка деревьев производиться, санитарная высадка деревьев. То есть, вот такой набор работ, который позволит, проснувшись с утра 1 мая, понять, что город поменялся. Но это не только люди будут этим заниматься. Также на дороге, допустим, выйдет техника определенная, специальная, уборочная. Да, конечно. Дорсервис уже промыл дороги после зимы. Ну, такая практика, такие правила. То есть, всю грязь, которая за зиму собирается, необходимо смыть. Она сбивается к лодковой части, а потом, кстати, собирается и вывозится, чтобы не попадала в ливневую канализацию. Ее физически убирают, не смывают, а именно убирают лопатами. Ну и, соответственно, в течение всего летнего периода мойка дорог происходит с определенной периодичностью по установленному регламенту. Соответственно, чтобы не только убрать один раз в году, а еще и поддерживать. Конечно, конечно. Но это будет происходить не только в городе Видное, это по всему Ленинскому району, как я понимаю. Да, да. Все дороги, которые находятся в обслуживании, с жестким покрытием, с асфальтобетоном, они подлежат промывке обязательно. А как дело обстоит в организациях? Я имею в виду просто обычные фирмы, какие-то компании, которые работают у нас в районе. Как там люди организуются и вот как они выходят на субботники? Ну, организации, которые имеют производственное здание, имеют торговые какие-то помещения, они обязаны убирать в ежедневном режиме определенную территорию, которая за ними закреплена. Вот, для примера, за торговыми точками, которые по всему городу у нас находятся, да, закреплено не менее 15 метров уборочной территории. За рынками, там, за большими крупными предприятиями до 50 метров. То есть они в ежедневном режиме эту работу должны проводить. А в части организации людей, чтобы они вышли на субботник, ну, это, конечно, опять же, во-первых, это дело каждого. Во-вторых, все-таки руководители предприятий, понимая свою ответственность, ну, различными способами стимулируют людей для того, чтобы они самостоятельно, с семьями вместе выходили на субботники и наводили порядок. Стоит отметить, что субботник – это все-таки не принудительная акция. Конечно. А все-таки каждый должен сам захотеть это и сделать. Конечно. Все равно всем приятнее жить в чистом городе. А чтобы выйти, нет только одного желания. Нужно еще где-то получить инвентарь. Где его можно взять? Вот вы сказали, что там есть на сайте администрации информация. Да, вот у нас 8 апреля в основном была только уборка территории. У нас было организовано порядка 38 мест выдачи инвентаря. В этот раз, 22-го, у нас набор работ увеличивается, есть ремонтные работы. Поэтому у нас на сайте администрации размещена карта, на которой отмечены места раздельно для выдачи инвентаря. Для тех, кто хочет навести порядок метлой и граблями. И, соответственно, для людей, которые хотят взять в руки кисточку, краски, молоток, места выдачи инвентаря именно для ремонта. Таких мест в этот раз порядка 60. А какой все-таки набор инструментов, набор инвентаря будет, кроме того, что вы назвали, более широкий список? Ну, он на самом деле набор работы небольшой. Это покраска и ремонтная работа. То есть, как правило, люди в руки получат кисточку, банку с краской. Мужчины могут взять в руки пилу и молоток, чтобы какие-то мелкие детали на детской площадке починить. В принципе, все. То есть, условно говоря, они могут даже взять доски, какие-то молоток и сделать скамейку, поставить ее? Да, да, конечно. А ее никак не надо регламентировать будет? Нет. Вот такой вопрос, который волнует многих, мне кажется, кто выходит на уборку и как осенью, так и весной. Можно ли сжигать траву и листья, которые после зимы сейчас остались у нас на лужайках, на газонах? Нет, конечно, нет. Особенно в лесных зонах любой открытый огонь, даже в мангалах, он запрещен. Но о лесных зонах мы поговорим чуть попозже. Я имею в виду просто конкретно в городе, не в лесу. Ну, конечно. В городе сжигание запрещено однозначно. То есть, листва должны вывозиться, ветки должны вывозиться, никаких костров. Я к чему говорю, еще лет 20 тому назад дворники жгли. Я просто сам это помню прекрасно. Ну, да. То есть, сейчас это запрещено? Официально нужно вывозить все? Официально должно быть все вывезено, да. А что касается лесных зон и открытого огня, и просто, зная наш народ, все выходят не только убираться, но и зачастую потом это дело отметить какими-то пикниками, шашлыками и так далее. Как быть с такими нарушителями, даже если они сделали доброе дело и убрали свою территорию? Ну, на самом деле, за такие нарушения, за разведение огня предусмотрены штрафы. Штрафы накладывает Росприроднадзор, в общем, лесники, которые за лес отвечают. Вот вы говорите, что это может быть не опасно. Вот, допустим, сейчас у нас холодно довольно на улице, да. Вот те несколько дней, когда было тепло и солнце выходило, там температура прогрелась до 15 градусов, даже в эти дни уже горело листва, уже у нас поля горели. Реально, и пожарные службы тушили пожары, которые были на территории района. Где-то около М4, я знаю. Да, да, да. И вот любой костер, там, из мангала высыпанный уголь в лесу, он тоже может стать причиной пожара. А как бороться с такими нарушителями? Как им внушить, что это нельзя сделать? Потому что, мне кажется, это где-то внутри уже сидит, просто в крови, в менталитете наших людей, что почему бы не сделать шашлык в лесу? Лес для того и есть. Ну, наверное, да. Да, у людей, конечно, такое понимание есть, но я надеюсь, что здравосмысл постепенно все-таки у людей в голове будет утверждаться, и человек будет понимать, что бережное отношение к лесу, оно ему, сторица, вернется. А стимулируется ли это понимание каким-то размером штрафов? Какие, вы не знаете? Про размер штрафа, да, я сказать не могу. Потому что это зона ответственности и лесничества. Да, 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 то, что они крупные, это точно. Вот, допустим, я знаю, что за вырубку леса, за вырубку деревьев, да, там уже штрафы идут в сотнях тысяч. Да, это дело серьезное. Мы поговорили об ответственных людях, которые выходят на субботники по зову сердца, но также у нас есть в районе множество волонтеров, активистов, даже которые создают общественные организации, экологические в том числе, которые могут за собой повести людей и как-то их организовать на ту же уборку, на какие-то другие экологические акции. Расскажите нам о них. Ну вот, одним из хороших основных помощников при наведении порядка на территории возле домов, а также в общественных зонах, у нас является ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Вот, в частности, на субботнике, который прошел 8 числа, были и сами представители ассоциации, ну а также активисты и жители домов, где они живут. Они выходили с нарукавными повязками для того, чтобы как-то выделяться среди других. Вот, у нас ассоциация есть. Также активное участие принимают различные молодежные движения, как, например, молодежный совет при главе Ленинского района, различные территориальные молодежные советы, представители общественной палаты района, депутатский корпус, экологические движения различные, в том числе, видно за раздельный сбор мусора, ветераны принимают участие и многие другие. Ну, вот вы сказали, видно за раздельный сбор мусора, как раз в этом сюжете, который мы смотрели с улицы Ольховой, руководитель этого движения Венера Тарасюк, она была, присутствовала там, и наглядно показывала не только то, что необходимо сдавать мусор раздельно, да, там мешки в разные сортируя, но и также показывая, там был специальный стенд, на котором были объекты, которые там разлагаются, допустим, сколько-то лет, там банки, бутылки, пластик и так далее. Да, я тоже прослушал эту лекцию, я думаю, что вот такие мероприятия, они очень полезны, потому что, ну, если будет у человека понимание, что банка там или бутылка пластика, которую он оставил в лесу, она пролежит, если у нее убрать больше ста лет, ну, наверное, человек задумается, стоит ли ее там оставить. Также вы упомянули про общественную палату, как раз-таки в день субботника, все, кто уберется, уберет свою территорию, потом могут пойти в кинотеатр «Искор» и проголосовать на выборах в общественную палату. Я почему говорю, потому что очень многие выдвигающиеся туда кандидаты, кандидаты, ну, где-то одна пятая, может быть, из них поднимали вопросы экологии, поднимали вопросы уборки, важности предстоящих субботников. Так что, мне кажется, будущее именно этими экологическими вопросами, тем более в год экологии сейчас. Да, согласен. Напоминаю нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы по телефонам, которые вы видите на экранах, 541-25-40 и 541-25-25, код 495. Нам вопросы эти уже поступают, чуть позже мы их зададим. А сейчас я хочу вас спросить про акцию «Лес Победы», которая пройдет еще через неделю, 29 числа. Она как-то тоже в рамках месячника благоустройства или она сама по себе? Ну, по календарю она в месячник благоустройства входит, да, но это самостоятельная, скажем так, акция, которая так и называется «Лес Победы», когда происходит высадка деревьев, кустарников и зеленых насаждений во многих местах, по всему району. Понятно, что даже исходя из самого названия, что это накануне Великого праздника Победы, на недавнем отчете главы района Олега Хромова он сказал, что очень много, новые районы требуют озеленения, что очень много деревьев и кустарников надо высаживать именно там, на тех зонах. Да, там часто не хватает парковок, но там также не хватает и деревьев. Да, не хочется, проживая за МКАДом, скажем так, превращать наши микрорайоны в каменные джунгли. Хочется, чтобы и деревья там были, и газоны там были. Поэтому, да, согласен, сами деревья там сажать нужно. Помимо посадки деревьев и озеленения, также происходит декоративное украшение города, как обустройство цветников. Расскажите об этом. Да, на территории очень много у нас клумб, цветников, вазонов и кругов разворотных. Эти места, они, скажем так, являются и точками притяжения для людей, да, и украшают город, ну и позволяют быстрее встретить весну, скажем так, то есть постоянно быть в хорошем настроении. Они являются источником хорошего настроения в течение всего лета. Но у нас есть даже традиционные места в городе, как тот же самый календарь около пруда Тимоховского, где мы видим даты, которые летом меняются каждый день. Да, но в этом году календаря не будет. Дело в том, что там уклон, который на этом Тимоховском пруду есть, он в связи с различными погодными условиями, там дожди и так далее, смывает грунт все-таки и непрезентабельный вид становится. Поэтому принято решение там сделать, ну, несколько другую конструкцию, скажем так, для того, чтобы она все-таки радовала глаз, а не являлась там источником различных вопросов и обсуждений в сетях. А планируется ли сделать какую-то достойную замену этому календарю? Да, конечно, конечно, конечно. Пока этот вопрос еще как-то разрабатывается, да? Да, я думаю, что вы летом его видите. Ясно. Спасибо. К нам поступают вопросы от телезрителей. Сергей Лукин задает вопрос. Город Видное. С утилизацией бытового мусора ситуация ясна. А куда выбрасывать крупногабаритный строительный мусор? Как то, оконные рамы, квартирные двери после ремонта? В те же мусорные контейнеры? Не совсем так. Вот те мусорные контейнеры, которые находятся возле каждого дома, они рассчитаны на определенный нормативный мусор, который образуется от жизнедеятельности каждого человека. Платеж за вывоз этого мусора в платежном документе в ЕПД у каждого. А вот крупногабаритный мусор в случае ремонта квартиры, либо выброски испорченного дивана и так далее, для этого все-таки, как в новых микрорайонах происходит, каждый человек при ремонте должен заказать контейнер. И, соответственно, тот мусор строительный, который от ремонта у него получается, он должен выгрузить в этот контейнер и отдельно за отдельные деньги вывезти. Насколько я знаю, это единовременная плата. Да. То есть она входит именно в платеж, в коммунальные услуги. Ну, не совсем так. Вот в новом микрорайоне, я знаю, есть такая практика, там при заключении договора, сам через это проходил, заключает договор на вывоз одного контейнера. То есть, в принципе, этого достаточно для того, чтобы там на период ремонта обеспечить себя вывозом этого строительного мусора. Если говорить о частном секторе, в том году очень широко освещалась тема вывоза мусора из частного сектора заключения договоров. Напомните, пожалуйста, об этом, потому что насколько ситуация изменилась с того года? Ситуация меняется, это правда. Количество заключенных договоров частным сектором, оно растет. Растет постоянно, но недостаточно быстро, как мы этого хотели. Штрафы, введенные в прошлом году, никто не отменял. Соответственно, за незаключенный договор каждый житель, каждый собственник участка заплатит 5 тысяч, и это не освобождает его от заключения договора. Мы планируем в этом году провести несколько акций. Одна из них планируется на май месяц, точнее, даже несколько акций планируется на май месяц, и когда, предварительно уведомив жителей, будет направлена комиссия в составе административно-технической инспекции, представителя администрации, представителя либо старосты деревни, либо уличкома, в общем, человека, который находится на территории, для того, чтобы проверять наличие этих договоров, ну и, соответственно, разъяснять людям необходимость их заключения. А в каких поселениях района ситуация с заключением договоров хорошая? Где самые ответственные жители? Самые ответственные жители у нас есть. Это у нас сельское поселение Мологовское. Там практически нет стихийных свалок. Нам задают вопрос телезрители не только по телефону, но также и в социальные сети. И вот вопрос от нашего постоянного телезрителя Алексея Тарасова. Александр, здравствуйте. В соседнем с городом Видное-Федюково установлены пункты сбора ТБО с контейнерами, закопанными наполовину в землю, что обеспечивает сбор отходов в закрытые контейнеры большей вместимости и не позволяет мусору рассыпаться под влиянием ветра и прочих действий. Будут ли заменены в городе Видные существующие контейнеры на такие, как Федюково? Замену на контейнера погружного типа у нас не планируется. Но в этом году запланирован первый этап благоустройства контейнерных площадок. Будут приведены в порядок порядка 40 контейнерных площадок. У них будет красивый городской вид. Основание будет сделано под площадку. Что, в принципе, я тоже, надеюсь, будет способствовать чистоте вокруг этих площадок, но и в тех частях города, где они находятся. А контейнеры, описанные Алексеем, расскажите, как происходит вообще уборка мусора из таких контейнеров? Есть специальные машины для вывоза такого контейнера. Они работают по принципу эвакуатора. То есть этот контейнер, у него сверху, как айсберг, 30% сверху и 70% под землей. Сверху находится приемная горловина. Открывая крышку, люди, соответственно, бросают внутрь мусор, и он там внизу копится. Машины, соответственно, по принципу эвакуатора работающие, загружают, вернее, подцепляют, скажем так, этот бак, вытягивают его из земли, забирают мусор, раскрывая там определенные... Лопасти такие. Да, 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 лопасти. Там материал разный может быть. Обычно это такой жесткий спрессованный брезент, который позволяет без проблем как выгрузить мусор, так и обратно, не повредив ни территорию, в которой находится, ни сам контейнер, его обратно. Но это довольно сложная технология, и я думаю, что достаточно дорогостоящая. Да, и установка таких контейнерных площадок, она требует больших денег, и, в принципе, эксплуатация тоже. То есть, это у мусоровозящей организации должны быть специализированы машины. Следующий вопрос. На пересечении Советской улицы и Советского проезда перед магазином «Дикси», где ступеньки и спуск за асфальтированная пустующая площадка, можно ли там посадить деревья или кустарники? Жители дома 15 по Советскому проезду. Это, к слову, об озеленении предстоящем. Да, там есть такая площадка. Там раньше, если не ошибаюсь, стояла палатка торговая. Да, там продавали фастфуд и прочий общепит. Да, возможно. Но, учитывая мнение жителей, мы этот вопрос обязательно рассмотрим. Евгения Александровна задает вопрос. Город Видно. Есть ли пункты приема использованной пластиковой посуды, бутылки и так далее? Как утилизировать использованную пластиковую посуду? Ну, у нас это вообще коммерческая деятельность, прием пластика. Потому что эти отходы направляются на переработку. Муниципальные предприятия сбором этого мусора, раздельного, сейчас пока не занимаются. Но, я думаю, что мы проработаем вопрос по организации приемок либо раздельного сбора мусора на контейнерных площадок, либо привлечения организаций для организации этих пунктов приема пластика. Но, кстати, общественная организация, видная за раздельный сбор мусора, тоже же проводит свои акции, насколько я помню, два раза в месяц. И можно прийти к ним и сдать эти пластиковые бутылки. Да, да. Они не только очищают территорию, но они еще и принимают весь мусор, который приносят люди сразу. Но, опять же, вот они сортируют его, и куда он дальше отправляется, этот мусор? Дальше у них есть, я знаю, договоренность с мусоровозящей компанией, правда, с другого района. Приезжают машины, забирают именно распасованные в разные пакеты картон, пластики и прочий мусор и увозят на сортировку. Людмила из Расторгуева. Когда будет реконструкция лестницы ЖД моста в Расторгуево? Ну, я думаю, что это немножечко не по теме вопрос, но тем не менее. Да, это не вопрос у водника, к сожалению. ЖД мост в Расторгуево – это ответственность, боюсь ошибиться, все-таки железных дорог. Тут есть еще вопрос тоже из социальных сетей от Алексея Маркина. Он достаточно обширный, я не буду его вам весь зачитывать, но я его передам, потом лично вы обсудите. Алексей, если вы сейчас нас смотрите, пожалуйста, позвоните нам, оставьте свои координаты, телефон. В крайнем случае, в социальных сетях мы вас найдем и вам ответим. Но я зачитаю начало. Здравствуйте, Александр Борисович, у меня к вам вопросы по нормативам общедомовых нужд. Что входит в норматив потребления воды на общедомовые нужды? Существующий норматив явно завышен. Ну и дальше уже сколько он конкретно платит и все прочее. Вот что входит в этот норматив? В общедомовые нужды входят расходы воды на содержание именно этого общего имущества дома. Это мытье ежедневное, мытье полов, мытье окон, стен и так далее. То есть все, что относится к общему имуществу. Ну я надеюсь, Алексей получит свой ответ. Да, конечно. Сейчас у нас в скором времени будет окончание отопительного сезона. Какие работы в сфере ЖКХ ведутся в этом ключе? Сейчас уже постановление об окончании отопительного сезона подписано. Но это не значит, что отопительный сезон сейчас у нас закончился и что мы тепло выключили. Есть определенные условия, если помните, как начинается отопительный сезон, так и заканчивается при определенных погодных условиях. То есть если температура в течение 5 дней выше 8 градусов, соответственно, то мы тепло отключаем. Сейчас уже сформирован штаб по проверке готовности уже к следующему отопительному сезону. Ресурсо-снабжающие предприятия и управляющие компании сейчас заканчивают подготовку планов графиков проведения мероприятий по подготовке к зиме. Все у нас дома, как и в прошлом году, должны быть готовы к отопительному сезону до 1 сентября. Как правило, подготовка уже начинается после окончания предыдущего отопительного сезона, так что все по графику. А вы, в свою очередь, расскажите график приема в администрации, если какие-то вопросы сегодня не успеем задать, чтобы люди обращались к вам по вопросам не только субботника, но и вообще по постоянным каким-то. Да, у меня прием каждый понедельник с 14 до 18 часов, телефон контактный указан на сайте, можно лично прийти, скажем так, по живой очереди. Я нахожусь на месте до последнего жителя, кто бы ни пришел, поэтому, пожалуйста, есть в соцсетях тоже у меня странички, можете туда писать и ВКонтакте, и Инстаграм, и в прочих тоже. И возвращаясь еще к теме субботника, мы говорили про промывку дорог, про посадку деревьев, а что касается побелки деревьев, как-то будет эта акция проводиться? Да, конечно, в этом году у нас, ну опять же, послезавтра запланировано несколько мест выдачи инвентаря, в том числе и кисточки, и краски для покраски деревьев. Планируем порядка тысячи деревьев покрасить только видным. А для чего вообще делается покраска именно в белый цвет? Ну, это защита от паразитов. Собственно, мы рассмотрели сегодня достаточно много вопросов, те, кто не получил ответы, получат их в соцсетях, как мы уже договорились. Я благодарю вас за то, что вы пришли, надеемся, что на субботнике выйдет в этот раз еще больше народу, и действительно мы уже станем рекордсменами в области, и так-то много народу. Еще раз, пожалуйста, пригласите на субботнике, потому что время нашей передачи подходит к концу. Да, спасибо. Ждем всех. 22 апреля приходите, приходите сами, приводите друзей, родных, близких детей. Наведем в нашем городе порядок вместе. Ждем вас. Большое спасибо. Я думаю, что это будет действительно праздник добра, чистоты, накануне еще больших праздников, 1 мая и, конечно же, Дня Победы. Большое спасибо. Увидимся на телеканале Видное ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok